Девушки отдыхают В книгах ты видишь только романтику Здесь само собой ты видишь какие-то шторма Даже у нас на Волге Бывают и волны, и бывает страшно Но все равно это очень увлекательно Это адреналин И это даже круче, чем в книгах Чтобы осуществить свою давнюю мечту Управлять яхтой, Марии Беловой даже не пришлось Уезжать из родного города Ведь научиться этому можно и в Ульяновске Здесь есть не только огромная акватория С уникальной розой ветров Но и речной клуб Симбирск Собравший под своим крылом опытных инструкторов Участников многодневных речных и морских регат Дольше всего приходится учить ответственности Все же капитан корабля, яхты Он же несет ответственность За всех членов экипажа В том числе за само судно Это воспитывается Сотнями километров пройденных Быстро поднять парус Также стремительно его убрать Запомнить название всех узлов И научиться их вязать А также многое-многое другое Курс обучения – это недельная теория И около двух недель практики У Марии Беловой и таких же, как она, курсантов Голова кругом идет от новой информации У руководства Симбирска тоже некогда сидеть сложа руки Надо гавань с понтоном достроить Кроме того, довести до ума Дебаркайдер – плавучую пристань У нас еще большие планы Хотим сделать флот С 10-12 лодок Для того, чтобы Эффективно производить И тренировки И организовывать Достойные соревнования Две лодки из будущего флота Уже готовы Это польские яхты Кондор-25 Регата Судно, по словам специалистов Лучше всего Подходящее для обучения Гонкам под парусом Но собственный флот Только малая часть амбиций Симбирска Главное – привлечь к яхтам Молодежь А там, глядишь, и новые чемпионы появятся Ведь гонки под парусом, как ни крути Олимпийский вид спорта Михаил Сашанский Новости Управда ТВ